Всем привет! Это крайнее видео о семенах, которые я приобрела на 2020 год. Здесь все, знаете, по мелочи, но все равно вам хочу показать зеленушку, мою любимую тыкву, горошек. И в конце видео я уже скажу, какие культуры буду высевать уже в ближайшее время. Итак, базилик карамельный. Изначально эти семена я приобретала в интернет-магазине, но не скажу в каком, потому что отвратительный магазин, наверное, процентов 40 в нем был пересорт, все, что я там купила. Здесь было всего лишь 12-15 семян, довольно-таки дорого покупала. Это, как видите, уже собрала свои семена, первый раз собирала. Оказывается, кропотливое это дело, собирать семена базилика, но это стоит того, потому что великолепный вкус. Кто увидит такой базилик, покупайте смело. Замечательная вещь, выращивала его в стеклянной теплице, добавляла в мясо. Кто любит пряные чаи, великолепно подойдет. И я его пробовала добавлять в пастилу крыжовничную. Замечательный вкус и аромат. Такой пикантный вкус создается. Буду сеять. Если у меня все получится с этими семенами, так как я первый раз их собирала, не знаю, как они будут на всхожесть, то на следующий сезон я хочу возобновить продажу семян, но и заодно буду распространять этот базилик, если кому-то понадобится. Лимонный базилик, лимонный аромат, тоже очень хороший базилик. Он похож на обычный этот зеленый, я имею в виду по листве. В отличие от карамельного, он мелколистный и узколистный. А этот довольно-таки широколистный, мясистый и действительно лимонный. У него лимонный такой пряный вкус, как здесь и написано, и нежный аромат. Ну, собственно говоря, так и есть. Тоже его буду высевать. Это прошлогодние семена, я свои не собирала. Здесь было их довольно-таки много. Поэтому в этом году его тоже буду собирать. Тоже покупайте, не пожалеете. Нашла недавно, купила. Это новая покупка. Вкус корицы. Базилик никогда не пробовала. Здесь он предназначен, видите, урожай дома. То есть для горшков, для комнатного выращивания. Ну, также можно его и выращивать в открытом грунте, как здесь написано. Раннеспелый сорт с коричневым ароматом. Никогда не пробовала. Вот, просто очень интересный базилик и вкус корицы. Это что-то тоже невероятное. Обычно фиолетовый я уже базилик не сажаю. Как-то у нас он не идет, потому что слишком такой вот перечный запах и вкус. Приобрела салат новогодний. Это иностранная селекция, евросемена. Семян довольно-таки много. Если семена высевать нормально, я имею в виду, не сыпать бороздку одной, знаете, кучкой, а довольно-таки разреженно посадить, такого столько семян хватит на очень даже большую семью. Но я еще раз повторюсь, если его высевать на расстоянии. Посоветовали. Самое главное, что он не горчит. Потому что очень многие листовые салаты, они начинают горчить. Это лук на зелень Параде. Я его выращиваю всегда. Голландская линия. Очень хорошая схожесть. У нее трубчатое перо. Замечательно. Очень урожайный. Он очень давно на рынке, в продаже. И каждый год его сею. В этом году купила Лон Куайд Кашигае. Первый раз. Это японская линия. Тоже у нее трубчатое перо. Головку не наращивает, а такая белая ножка. Посоветовали. Решила купить, попробовать. Этот лук я высевала два года сподряд. Салатный. Что сказать. Ну, среднечковый лук. Один пакетик остался. Поэтому я его тоже посею. Ну, лук так себе. Урожайность я имею ввиду. И вот этот лук Параде, он не такой острый, как этот. Этот лук прям с хорошей такой остринкой. Петрушка самая обыкновенная с прошлого года. Укроп. Аллигатор. Я его всегда высаживаю в большом количестве. Укроп мы его едим. Свежим, замораживаем. И в соленье я солю очень много. Мариную. Поэтому укроп всегда. Хотя есть и свои тоже семена. Такие дворового, простого укропа. Так, это пакчой. Выращивала я пакчой. Конечно, она мне очень нравится. Но я больше люблю, я не знаю, здесь нарисовано, что зеленые черешки. А их два вида. Или белые черешки, как я всегда выращивала. Или зеленые. Эти семена мне дали просто как в подарок. Ну, увы, хочу сказать, что был эксперимент у меня посева ранней весной. Ничего не получается. У меня получается пакчой только, когда его высаживаешь в конце августа, в середине августа. То есть под осень у меня вырастает пакчой. А весной, если я сею, он и уходит весь цветушность. Ну, как-то вот так. Поэтому я уже не буду эксперименты ставить. Буду высевать его только под осень. Тогда он прекрасно получается. Она, это капуста китайская. Как раз посмотрели фотографию блюда, которое я готовила. Ой, тыквы. Тыквы это вообще. Выращивала в этом году понка баттернат и сладкий, не знаю, сладкий, сахарный, наверное, орех переводится как-то так. В общем, приобретала я эти семена. И не только эти семена, конечно. У брижаль семена коллекционера. Эти два сорта мной были высажены в 2019 году. И оба пересорт. Я сделаю обзор на эту тыкву, что у меня в итоге выросло. Посмотрите. Вот. Ну, в общем, как-то так. Не пошла. Хотя кукуруза, в принципе, я три сорта высевала. Она соответствовала сорту. Но вот с тыквами мне, видимо, не повезло. Табан-лиджан. Я уже о нем в прошлом году рассказывала. Так и не посеяла. И цыганок. Цыганок я выращивала. Замечательный арбузик. Они небольшие. Я думала, что у него мякоть будет ярко-красная. Но она такая хорошего розового цвета. Я думала, это недозревший арбуз. И вот мне огородник, у кого я приобретала эти семена, он мне сказал, что да, действительно, у него такая мякоть. Она такого хорошего розового цвета. Но не красного. Сладкие арбузики небольшого размера. Замечательный. Мне понравился. Купила СРД. Это я просто показываю. Это и не себе купила. Меня попросили. Хотя я его выращивала, этот арбуз, два года назад. Но мне показалось, что он меня не дозрел. Я все арбузы, всю бахчу, выращиваю в открытом грунте. Очередная тыква от коллекционера Брижань. Ангелика. Не знаю, я вот, я еще не высаживала эту тыкву. Не знаю, высаживать или нет, если, будучи уже два сорта пересортом. Вот этот не знаю. Хотя мне Ангелика, тыква по внешнему и по, как описание, очень понравилась. Не знаю, я еще подумаю, буду ее высаживать или нет. Или просто возьму и выкину все семена тыквы. Арахисовое масло. У меня есть обзор на этот сорт. Это уже семена я свои собрала. Замечательная тыква. Очень яркая оранжевая мякоть. Хрустящая. Превосходный мускатный аромат. Сладкая. Она идеальна, знаете, подойдет для тех, у кого есть маленькие дети. Они начинают прикорм делать пюре. И вообще я ее запекала. Просто в духовку ставила. Без сахара. Просто обмазываете оливковым маслом. Идеальная вещь. И сок с нее тоже превосходный. Сахара очень в ней много. И она действительно нет у нее этого тыквенного аромата. Который многие не любят. А вообще полный обзор. Как я там разрезаю. Как она выращивалась. У меня есть на канале. Я оставлю ссылку под этим видео. Зайдите, кому интересно, посмотрите. Арахисовое масло. Замечательная тыква. В прошлом году не высаживала. Вот хочу посадить ее. Семен у меня много. Красная баронесса. В этом году купила биотехники. Знаете, в основном у меня тыква какая-то она зеленая, тусклая. У нее цвета внешние. Но я люблю, чтобы тыква была ярко-оранжевая мякоть. И в этом году я захотела, чтобы и кожура была тоже яркая. Такую тыкву в этом году захотела. Она довольно-таки крупная. 5-8 килограмм. Ну вот захотелось такой цвет. И такие, чтобы были у нее сегменты. Я не люблю ровно идеальную тыкву. Люблю, чтобы были какие-то или сегменты, или какие-то бородавки на ней. Ну вот так вот. Тыква розовая фея. Я ее не покупала. Это посылка от моего зрителя. Между прочим, я на днях покажу, что мне прислали. Порадовали меня. И там были семена вот этой тыквы розовая фея. Довольно-таки редкий цвет. Смотрите, он такой розовый. И сама тыква форма очень интересная. Знаете, как такая плюшка. Ранеспелый. Ну, 110 дней это, я считаю, не особо-то ранеспелый. Плоды 2-3 килограмма, что очень хорошо. Видите, она небольшая мякоть. Яркая, оранжевая, плотная, сочная и сладкая. Главное, чтобы была яркая мякоть. Я не люблю бледные тыквы. Это не тыква по мне. Ну, и все такое, что она лечебная и диетическая. Буду высаживать этих 2 кустика. Этих 2 кустика. То есть, я не буду здесь высевать все семена. Красная шапочка. Это декоративная тыква. Все ее знают. Она несъедобная мякоть у нее. Горькая. Так, ну, здесь особо рассказывать-то нечего. По 20-30 плодов на одной плете. Представляете? Ну, в общем, вот так. Я люблю декоративные тыквы. Так, для красоты на кухне. Это замечательно. Кабачок Невира F1. Это мне посоветовали. Французская линия. Ну, такие белоплодные кабачки. Они все на друг друга похожи. Иностранные. Поэтому я молоденькими их срываю и употребляю. Больше, чем кабачки, я люблю цукини. Диаманты F1. Это гибрид. Нравится мне почему цукини? Потому что у них зеленая кожура. И мы очень часто делаем летом оладушки кабачковые. Или блинчики, как их называют. И мне нравится их срывать молоденькими. Натирать на терке. И получается белая мякоть с зеленой этой кожуркой молоденькой. И они, в общем, после жарки красиво выглядят на тарелочке. Поэтому я вот, допустим, цукини больше люблю, чем белоплодные. Это с прошлого года остался черный красавец. Здесь буквально одной... А, вот два штучки осталось. Поэтому докупила. Вот такие. Фасоль. Ну, фасоль это овощная сакса. Это скороспелый спаржевый сорт. Он невысокий. То есть кустовой сорт. 35-40 см. Каждый год выращиваю. Больше люблю зеленую. Как-то вот зеленую у нас лучше едят, чем желтую. Ну, и здесь с прошлого года тоже семена остались. Несмотря на то, что это кустовой сорт, всего лишь 40 см. Очень урожайно. Я думаю, по видео посмотрели. Это на одну семью. Вот таких две пачки через глаза. Много ее незачем сажать. Огурцы. В этом году я решила огурцы попробовать практически все от биотехники. Йоло Пуки. Вот это гибрид такой. Ну, сразу по картинке видно, что это такой холодоустойчивый огурчик. Ну, ничего здесь такого. Он раннеспелый, 38 дней. Небольшой. Крупнобугорчатый. В общем, вот такой огурчик. По щучьему велению. F1 тоже. В последнее время стали и нравятся мне такие немножко удлиненные огурцы. Купила. Он 52 дня. Это такой среднеспелый, скорее всего. 8-9 см зеленец. Вот такой. Огурец засолочный. Это, наверное, уже сорт. Раннеспелый. 45 дней. Длина зеленца 10-11 см. Я никогда, знаете, не делала обзоры на огурцы. Вот какое-то мое упущение. Вот в этом году я помимо томатов, перцев, баклажан и так далее, я хочу сделать обзор по сортам в конце сезона по огурцам. И для себя, ну, я думаю, и для вас. Огурец-аллигатор. Я его уже сею, я не знаю, очень давно. Любит у меня его в семье, поэтому каждый год его высеваю. Хотя они есть разные. Китайские там разные виды. Ну, вот я как-то аллигатор высаживаю. Мне нравятся. Блиноплодные. Они, между прочим, очень нежные. Несмотря на вот такую бугорчатость и шипость их. А сама вот мякоть очень нежная. Я даже в прошлом году и... Нет, в этом году нет. А в прошлом я их даже мариновала. Тоже замечательно получается. Разрезала на такие сегменты и мариновала. Огурец НК-мини. Это семена от огородника. Здесь, видите, уже свои собрала. К сожалению, я так искала. У меня-то фотки нет ни одной этого огурчика, чтобы вам показали. В открытом грунте росли. Не накрывала их. Они пчелопыляемые. И очень холодное лето было. И урожай, конечно, он свой не показал как надо. Но огурчики вот успела собрать. Семена, то есть... И семян у него очень мало. С трех... Нет, с четырех огурцов вот собрала вот столько. Ну, совсем чуть-чуть. Они сами небольшие. Поэтому, наверное, и семян у них... Они сами-то вот такого размера. Такие пухленькие. Остался мой любимый горошек сладкий. Такие пакеты все знают. Они от Гавриш. Сорта разные. Ну, по мне, здесь как будто один и тот же сорт заложен. Это русский размер с прошлого года. Остался, не высевала. Вот в этом году надо обязательно его посеять. Ну, это какие-то мои семена. И здесь у меня семена, которые я высаживала от огородника. Фиолетовый сахар. Так и не нашла я применения этому сорту. Как только декоративное вертикальное озеленение. Можно так сказать. Не идет он на еду. Я уже и так, и так пробовала. И сами горошинки дают вот этот некрасивый цвет бульону. Я уже рассказывала, что ни в коем случае не кладите замороженные и свежие зерна в первые блюда. Потому что дает некрасивый окрас бульону. Такой грязно-серо-фиолетовый. Я уже его отваривала. И только потом замораживала. Пробовала в бульон добавлять. Нет. Вот этот цвет, он с горошиной не выходит даже после отваривания. И когда сливаешь эту воду. Так что вот только для декорации. Не очень он вкусный, когда поспевший. Но не то. Но хотя вот цветочки у него очень красивые. Видите, красиво они выше трех метров были. Ну, все. Орегонский гигант. Не успела я собрать с него семена. Вот то, что осталось, я то и в этом году буду сеять. Очень он мне понравился. Замечательный горох. Красивый цветет белыми такими большими цветами. Растение само выше трех метров. Очень красиво смотрится. Конечно, что для этого гороха, что для фиолетового. Нужна обязательно опора. Потому что стебли у него очень ломкие, как, собственно говоря, у всех горохов. Я его попробовала замариновать. Ну, как сказать замариновать? Ну, законсервировать, то есть. Замечательно получается. Вот в такие баночки я делала, пробовала рецепт. Мне давали новый рецепт. Очень понравилось. И эта баночка стоит просто на кухне в шкафу. То есть без холодильника. Как настоящий такой покупной горошек. Без вкуса этого уксуса, без ничего. Если в следующем году будет возможность, я сниму на видео этот рецепт. Очень мне понравился. И я люблю те рецепты, которые можно хранить просто. Просто на полке, в шкафу. Потому что все банки, закрутки не поставишь в холодильник. А этот прекрасно стоит вот. Вот одна баночка осталась, специально держала, чтобы снять видео. Все, мы уже съели. Но я закрывала не столь много, всего лишь, наверное, баночек 10. Вот мы уже все съели. Вот одна осталась. Здорово получается. Мне он очень понравился, этот горошек. И афила еще остался. И еще я сажала афила. Тоже понравился. Я его тоже, между прочим, консервировала. Замечательно. Он что этот, что этот. Он в консервации замечательно себя показал. Тоже не собрала семена. Как видите, буду высевать. Что осталось? И обязательно мне в этом году нужно собрать, чтобы не потерять сорт. И еще высаживала я капуцинос. Но у меня ни семян не осталось. И я его сама не собрала. О чем очень сильно жалею. А вообще полный обзор на горошек, которые выращивала я в прошлом году, до 2019. Есть на канале. Я тоже оставлю ссылку под этим видео. И последнее, что хочу сказать, это какие культуры буду высевать в ближайшее время. Я в январе ничего не высеваю. Я январь отдаю на праздники отдохнуть обязательно и на подготовку к сезону. То есть покупка семян, покупка каких-то биопрепаратов, подготовка посуды для посева и так далее. То есть я отдыхаю. Я не сею ничего в январе. А вот с февраля я начинаю незначительные посевы. Значит, это у меня в первых числах я буду сеять числа 3-4. Это лаванду белую я уже показывала, ускалистную. Я ее сейчас держу в холодильнике. Затем в это же время я посею дихондру. Никогда не высевала. Здесь 5 штук. Числа 10-12 февраля я буду сеять корневой сельдерей. И в 20-х числах, начало 20-х числах я буду высевать луки. Здесь эксибишен и сторон. Это для получения в однолетнюю культуру луковицы. Все. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok